Приветствую, друзья! Всем добра, здравия и благоразумия! В поле зрения. Новые миры. Мы часто видим ее в фильмах. Частично мы в ней уже сейчас. Матрица повсюду. Она окружает нас. Страшный план АЛИД по загрузке человечества в Матрицу хотят реализовать уже к 2030 году. И это будет обозначать, по сути, смертный приговор для человечества. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. И это уже заявит на высочайшем уровне. Павел Дуров. Мир на пороге глобальной слежки и ограничения свобод. На днях один из создателей социальной сети ВКонтакте и мессенджера Телеграм Павел Дуров разместил на своей страничке в Телеграм любопытный пост. Один из тех, после прочтения которых откладываешь смартфон и неволей погружаешься в дальнейшие раздумья, продолжая развивать зацепившую тебя тему. Основной посыл Дурова – человечество становится все менее свободным, поскольку первое. С каждым годом мы уступаем все больше контроля над своей жизнью горстке жаждущих узурбаций власти руководителям корпораций, которых мы даже не выбирали. Второе. Альфа и омега сегодняшнего уклада жизни – интернет. Трансформировался на наших глазах из пространства свободы в монополию нескольких корпораций, которые добились практически эксклюзивного права на обеспечение потребностей современного человека. Не говоря уже про существующую цензуру. Досмотреть до конца это видео является крайне важным, так как только досмотрев его до конца, вы сможете понять и осознать весь ужас надвигающихся на нас перемен. Мир, который мы знаем, перестанет существовать. Человечество, которое мы с вами знаем, прекратит свое существование. В своем посте Павел Дуров делает неутешительные выводы о том, что, к сожалению, существующую тенденцию все сложнее остановить, поскольку наиболее активные творческие умы нашего поколения уж слишком увлечены игрой в стремительно уменьшающейся песочнице свободного предпринимательства. Либо опять-таки вовлечены в производство цифрового контента, стремнуясь в способности приковывать внимание потребителя. Остальные, похоже, слишком отвлечены обилием низкосортных цифровых развлечений, чтобы критически оценивать эту тенденцию и принимать меры. Наблюдая за этим, мне интересно, что станет наследием нашего поколения. Войдем ли мы в историю как те, кто позволил превратить свободное общество в мрачную антиутопию, либо мы останемся в истории теми, кто защищал свободы, отвоеванные предыдущими поколениями. Завершает свой пост Павел Дуров Мне от себя хотелось бы добавить, что современное общество настолько наивно и безропотно в своем неведении, что его, пожалуй, можно сравнить с индейцами времен колонизации Америки, когда взамен на стеклянные бусы, они так же наивно и радостно отдавали самое ценное, чем обладали. Судите сами, сегодняшние цифровые бусы – иллюзорный цифровой мир, заключенный в условном смартфоне, где весь мир не просто на ладони, а на расстоянии клика. В нем теперь наша память, знания, способность ориентироваться в пространстве общения, развлечения. Все это человек несмотрительно отдает корпорациям взамен на легко доступный контент, переливающийся яркими картинками. Может быть, это не что иное, как цифровой колониализм. Но гораздо печальнее то, что человек по итогу рискует лишиться своих основополагающих ценностей, каковыми являлось и является мышление и человеческое общение, постоянно превращаясь в ожиревшее от информационного фастфуда приложение к смартфону. И самое страшное из этого всего то, что люди с головой погруженные в свой смартфон, это только начало страшной программы по погружению человечества в настоящую матрису. Иллюзорный мир, о начале создания которого совсем недавно и совершенно официально заявил, как Марк Цукерберг, создатель и главный акционер социальной сети Facebook, всеми известная компания Microsoft, которая является детищем Билла Гейтса, а также компания Nvidia, которая, по словам ее гендиректора Дженсона Хуанга, так же, как и многие другие IT-компании, стремится ускорить эту революцию. Об этом крайне важном и незаслуженно обделенном внимании для всего человечества событий, и пойдет речь далее. Увы, невозможно объяснить, что такое Матрица. Ты должен увидеть это сам. Имея пенорок вируса стало мощным стимулом к развитию цифровых инструментов для удаленной работы. Однако большинство таких сервисов не создают эффекта присутствия и личного взаимодействия, которые в рабочем процессе порой просто необходимы. Эту задачу решает виртуальная реальность. Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и устройства. Это похоже на описание из книжной фантастики. За последние несколько лет термин «метавселенная» стал сверхпопулярным. Его упоминают в контексте игр в Fortnite, Roblox, Minecraft, Animal Crossing, а также технологий дополненной и виртуальной реальности. Например, в 2021 году о развитии своей метавселенной одновременно заговорили главы Microsoft, Epic Games, Facebook и Nvidia. И каждая компания по-своему видит образ виртуальной вселенной будущего. Коротко. Что такое метавселенная? Метавселенная в представлении фантастов – это утопическая виртуальная вселенная, которая освобождена от культурных, социальных, экономических и политических проблем реальности, либо виртуальное убежище. Термин «метавселенная» придумал писатель-фантаст Нил Стивенсон в 1992 году в романе «Лавина». Метавселенная по Стивенсону – это следующая стадия развития интернета, общий цифровой мир, объединяющий физическую, дополненную и виртуальную реальности. Люди могут подключиться к нему в виде аватаров и делать все то, что и в реальном мире, искать информацию, общаться, ходить по магазинам и работать, но при этом уйти от реальности и жить в виртуальной вселенной. Аватар человека в метавселенной может быть кем захочет и владеть чем угодно, а смерть не означает смерть в реальном мире. Похожие полностью цифровые миры показаны в трилогии «Матрица» и романе первому игроку приготовиться – Эрнеста Клайна, где аналогом метавселенной стала многопользовательская онлайн-игра «Оазис». Чем же метавселенная отличается от современного интернета и онлайн-игр? Венчурный инвестор Мэттью Болл и современный идеолог метавселенной выделил ее семь основных черт. Первое. Бесконечное существование. Она никогда не сбрасывается, не приостанавливает работу и не заканчивается. Бог не тот, кто управляет. Бог тот, кто пишет код, задавая алгоритмы развития, создавая среду. Программисты – боги нового мира. Именно они будут создавать для нас бесконечные миры, в которых мы сможем быть теми, кем захотим, жить там, где захотим и так, как захотим. Никаких ограничений, плати и живи. Второе. Она работает в реальном времени и не зависит от внешних факторов. Хотя разработчики могут создавать и планировать события в метавселенной. Мы увидим воскрешение старых звезд. На наших экранах, в своих новых фильмах, будут блистать молодые Мерлин Монро и Марлон Брандо. Мы услышим новые песни Элвиса Пресли и Майкла Джексона. Реальных актеров все чаще будут заменять виртуальными. Мы сами сможем участвовать в создании фильмов и игр, заказывать свои финалы и развитие событий. Мир кино и компьютерных игр сольется вредина. Кинотеатры, какие мы их знаем сейчас, постепенно станут такой же редкостью, как сегодня традиционные театры. Третье. Нет ограничения на размер аудитории и количество одновременных пользователей. Неизбежно появление новых видов спорта, новых глобальных игр, сравнимых по популярности с футболом. Параллельно с обыкновенными олимпийскими играми будут проводиться киберолимпийские игры, которые со временем приобретут большую популярность. Новые технологии позволят нам по-другому получать видеоинформацию. Качество изображения и звука будет постоянно расти. Четвертое. Каждый может в любой момент подключиться к метавселенной и участвовать в ее жизни на равных с остальными. Вы можете иметь комнату площадью 3 квадратных метра в гетто и жить в замке на берегу. Виртуальная реальность будет значительно дешевле реальной. Вы можете быть прикованы к постели, но быть чемпионом по бегу. Некрасивым и слабым, но красивым и сильным. Ведь тело лишь оболочка вашего разума. При этом не важно, где территориально вы находитесь. Вы можете жить в одном месте, а работать, учиться, лечиться на разных континентах. Пятое. Должна быть полностью функционирующая экономика. Люди и компании могут получать некое вознаграждение, аналог денег за работу, которая приносит ценность, признанную другими. Тратить его и инвестировать. По большому счету мир будущего. Мир без географии. Трансграничный и наднациональный. Мир бесчисленных сообществ. Шестое. Метавселенная объединяет физические и цифровые миры, открытые и закрытые платформы, частные и общедоступные сети. Это единое цифровое целое. Создание новых миров и миграция в них – одно из направлений вилки эволюции человека, эволюции внутрь себя. Находясь в виртуальных мирах, мы сможем быть где угодно и кем угодно, как угодно изменяя свойства нашего тела и окружающего мира. Седьмое. Необходима совместимость данных, предметов, активов, контента, передаваемых между цифровыми мирами. Метавселенные должны быть наполнены контентом и опытом, созданными ее же пользователями, одиночками, группами или коммерческими предприятиями. Также отличительной особенностью метавселенной станет возможность ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровое пространство. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, на разработку проекта уйдет около пяти лет, а его окончательное и повсеместное внедрение произойдет уже к 2030 году. Как пояснил ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босфорд, на сегодняшний день те же Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры и впечатления. Он добавил, что метавселенную нужно будет несколько упорядочить и соединить все пространства для того, чтобы снять ограничения физики. То есть перемещения между мирами станут совсем легкими. По сведениям, новую группу разработчиков возглавит руководитель отдела продуктов Instagram Vishal Shah. Авторы проекта «Двоечный код» отметили, что это будет цифровая вселенная, к которой смогут подключиться пользователи в режимах виртуальной и дополненной реальности. В своем мире можно будет вместе играть, общаться или работать. Ведь известно, что такая метавселенная уже существует, как набор цифровых миров. А вот аналитики из телеграм-канала «Мышь в овощном» напомнили о том, что в свое время британский писатель Эмис Кингс так прокомментировал эксперимент с созданием условий, в которых лабораторные крысы получили возможность самостоятельно стимулировать себе центры удовольствия в головном мозге. Не могу утверждать, что это пугает меня сильнее, нежели берлинский или тайванский кризис, но должно, по-моему, пугать сильнее. Согласно мнению сетевых экспертов, узнай автор этих слов о метавселенной, его реакция была бы еще эмоциональнее. Хотя вполне возможно, что этот проект есть попытка запуска нового этапа развития человеческого общества. Общество, в котором, например, десятки миллионов жителей Африки перестанут мечтать о бегстве в развитый мир, потому что им обеспечат такой мир прямо у них дома. в виртуальном формате. И так далее, и тому подобное. Примеров можно придумать массу, но делать этого не хочется во избежании впадания в чрезмерную театральность. Лучше процитируем Виктора Робертовича Цоя. «Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро», подытожили авторы проекта. Подобная концепция крайне тесно связана с технологиями виртуальной реальности и дополненной реальности, которые в настоящее время уже разрабатывают Apple, Google, Amazon и Microsoft. А Марк Цукерберг пообещал даже телепортацию к 2030 году. Глава Facebook в очередной раз заявил, что видит огромный потенциал в развитии технологии виртуальной реальности и дополненной реальности. Он считает, что уже к 2030 году люди смогут телепортироваться в другие места при помощи очков с поддержкой виртуальной и дополненной реальности и встречаться друг с другом на расстоянии с максимально реалистичным эффектом присутствия. В своем видении ближайших перспектив развития цифровых технологий Марк Цукерберг сообщил в подкаст-интервью для ресурса The Information. «Прежде всего мы являемся социальной компанией. Мы стараемся делать вещи, которые помогают людям общаться с самыми разными способами, от личных текстовых сообщений до видео и фото, которые вы можете публиковать. Священный грааль социального общения – это возможность ощущать себя так, как будто вы лично общаетесь с другим человеком. Никакая из имеющихся сейчас технологий не приближает нас к этому, будь то телефоны, компьютеры, ТВ и даже видеочаты. Сейчас у нас есть технологии, которые позволяют нам общаться и которые с разной степенью точности помогают нам видеть, что делает другой человек. Но есть нечто другое, совершенно магическое, что дает ощущение личного присутствия, ощущение того, что вы находитесь непосредственно с другим человеком. Все это уже происходит на психологическом уровне». Такими технологиями Марк Цукерберг считает виртуальную и дополненную реальности, предполагая, что уже в ближайшее время с их помощью произойдет революция в социальном общении. Он полагает, что уже к 2030 году люди смогут использовать смарт-очки с технологиями виртуальной и дополненной реальности для телепортации владельца в другие места, например, в дома других людей или общественное здание. Настолько реалистичным будет виртуальное присутствие пользователя в таких очках? Глава Facebook считает, что виртуальная реальность даст человеку возможность по сути ощущать свое физическое присутствие в другом месте, совершая личные встречи друг с другом на расстоянии, чего сейчас еще не могут делать такие VR-устройства, как шлемы. Такие технологии приведут к тому, что люди начнут меньше перемещаться, например, в командировке, а снижение объемов таких поездок, по мнению господина Цукерберга, может помочь в сохранении климата. Куда же без него? Конечно, люди продолжат использовать автомобили, самолеты и все такое, но чем больше мы сможем развивать такое телепортирование при помощи виртуальной и дополненной реальности, тем лучше это будет не только для общества, но и для планеты в целом, – полагает глава Facebook. «Это все приведет к каким-то совершенно потрясающим вещам, чем просто звонок кому-то или видеочат. Можно будет просто щелкнуть пальцами и телепортироваться. И вот, вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване, и всем кажется, что вы реально находитесь друг рядом с другом», – размышляет господин Цукерберг. Как корпорации используют виртуальную реальность при удаленной работе? Еще одним преимуществом такой телепортации Марк Цукерберг называет возможность расширения режима удаленной работы для сотрудников компании, что заметно снизит время и затраты на перемещение к месту работы, ведь можно будет просто телепортироваться на работу. Мы довольно мало говорили об изменении климата до того, как это стало реально очень важным. В будущем люди смогут захотеть меньше перемещаться в пространстве, либо делать это эффективнее, обходясь без поездок в общественном или пригородном транспорте, предположил Цукерберг. Еще одним важным моментом в развитии виртуальной реальности для общения господин Цукерберг считает создание так называемых виртуальных аватаров человека, цифрового 3D-образа человека, с развитием виртуальных технологий и соответствующего оборудования виртуальные аватары смогут совершить настоящий прорыв в общении людей. «Одна из вещей, которая меня очень вдохновляет, это технологии, позволяющие фиксировать и отслеживать не только мимику леса, но и движение глаз. Продвинутые сенсоры могут дать чрезвычайно реалистичные аватары, при помощи которых можно будет общаться друг с другом», отметил глава Facebook, которая еще в 2014 году купила производителя шлемов виртуальной реальности Oculus за 2,3 миллиарда долларов. Больше всего мы сейчас заняты тем, как упаковать больше сенсоров в устройства виртуальной реальности, чтобы человек получил как можно больше возможностей ощутить опыт непосредственного общения. Генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг считает, что в ближайшие годы практически у каждого предприятия и завода появится свой цифровой двойник, виртуальные и физические реальности объединятся, чтобы вывести промышленность на новый уровень. По его словам, NVIDIA стремится ускорить эту революцию и уже работает над несколькими соответствующими проектами в партнерстве с промышленными гигантами и автопроизводителями. В перспективе цифровой мир будет в тысячу раз больше, чем физический. Будет новый Нью-Йорк, будет новый Шанхай. У каждой фабрики и каждого здания будет цифровой двойник, который будет моделировать и отслеживать свою физическую версию. Постоянно. Объяснил Хуанг в интервью журналу Time. Глава NVIDIA также добавил, что программисты и инженеры перейдут на другую модель работы, более совершенную. Новое программное обеспечение будет сначала моделироваться на цифровых двойниках, а затем загружаться в физические версии. В качестве примера Хуанг приводит автомобили, роботов, аэропорты и жилые здания. Таким образом, разработка новых решений станет быстрее и точнее, а главным подспорьем в этом процессе модернизации будет искусственный интеллект. В конечном счете, по мнению Хуанга, повсеместное распространение виртуальной, дополненной и смешанной реальности приведут к тому, что люди будут входить и выходить в разные миры через червоточины. Мы войдем в виртуальный мир с помощью виртуальной реальности, и объекты в виртуальном мире, в цифровом мире, войдут в физический мир с помощью дополненной реальности. Так что произойдет то, что части цифрового мира будут временно или даже постоянно увеличивать наш физический мир. В итоге, речь идет о полноценном слиянии виртуального и физического мира, объяснил предприниматель. При этом Nvidia не переживают об опасностях утопического мира, описанного главой компании. На вопрос Time о потенциальных злоумышленниках, которые будут пользоваться технологиями в своих интересах, Хуанг ответил, что лучшее решение для обеспечения безопасности – демократизировать технологию. Когда системы цифровых двойников станут доступны каждому, общество самостоятельно определит свои цели, задачи и возможности, считают в Nvidia. Что касается реальных сценариев применения в современном мире, то сейчас Nvidia готова рассказать только об одном соответствующем проекте. Несколько месяцев назад разработчик электроники заключил соглашение с немецким автоконцерном BMW и создал для завода в Регенсбурге, Германия, цифрового двойника. На своей виртуальной копии предприятие BMW проверяет новые рабочие процессы перед тем, как реализовать их в физическом мире. В апреле 2021 года Epic Games привлекла 1 миллиард долларов инвестиций для поддержки долгосрочного видения метавселенной. Компания позиционирует свою игру Fortnite не как интерактивное развлечение, а как метавселенную с упором на социальные функции. Fortnite стала культурным феноменом и превратилась в площадку, куда заходят пообщаться с друзьями вместо соцсетей. Бренды используют игру для своих проектов, пишет Мэтью Болл. В апреле 2020 года рэпер Трэвис Скотт провел концерт в Fortnite, который одновременно смотрело более 12 миллионов игроков. В декабре 2019 года Дисней устроила премьеру отрывка из 9 эпизода «Звездных войн», а также провела живое интервью с режиссером фильма Джей Джей Абрамсом. И все это в виртуальной реальности. Само событие упомянуто в фильме. Группа Weather создала «Остров», где игроки могли эксклюзивно послушать новый альбом. Epic Games устраивает внутри Fortnite ограниченные по времени события, привязанные к релизам в реальном мире. Карта игры трансформируется в виртуальный мир, который меняет стиль и внутриигровые объекты в партнерстве с брендами DC, Nike, Lones Gate, Marvel, Microsoft, Sony и другими. Так, Fortnite стал местом, где пересекаются разные вселенные. Игроки могут буквально носить костюм персонажа Marvel внутри Готэма, общаясь с другом в лицензионной форме NFL. У игроков есть возможность создавать и свой контент через творческий режим Fortnite, а также монетизировать его. Это могут быть эмоции, костюмы, игровые механики и миры. По своей сути, творческий режим Fortnite – это прото-метавселенная, утверждает Болл. Игроки могут загружать свой уникальный Fortnite-аватар в лобби и выбирать из тысячи миров, созданных другими игроками. Так что виртуальная реальность уже гораздо более реальна, чем вы можете себе представить. Игроки могут загружать свой уникальный,